Желающих поживиться нашлось немало. Мы разгадали теперь тайну этих фруктов. Действительно, на самом верху, куда никто не залезет, они растут. Разделываем плоды кактуса. В магазине купили упаковку. Дело было в Анталии. Знаем, что понадобится резиновая перчатка. Плоды конечной. Усеями колючками по периметру продаются в красивом виде, в том виде, в каком растут. В верхней части листа располагаются вот такие плоды. Каждый из них можно отделить от этого листа без особенного труда. Незрелые плоды зеленого цвета, спелые, вот такого, как мы видим, перезрелые. Режу. Эту колючку мы уже выкидываем. Встречается рекомендация, что плоды кактуса надо вымачивать в течение получаса, для того, чтобы они поменьше кололись. Ну, сделаем вид, что мы их вымачиваем полчаса. Хотя не исключено, что эту процедуру вымачивания уже провели перед продажем в магазине. Итак, считаем, что прошло полчаса. Сливаем воду. Насколько я понял, самое простое, что мы можем сделать на скорую руку, это разрезать каждый плод пополам. Взять чайную ложку и с помощью чайной ложки вычасти содержимое в тарелку. Просто выскоблить без остатка. Есть еще вариант. Разрезать вдоль. И так же выскоблить. Но мне больше нравится разрезать поперек. Еще разок. Раз. И готово. Встречается еще способ с боковым надрезом. Ну, давайте попробуем. Может быть, получится. Сделали боковой надрез и выворачиваем, выворачиваем, выворачиваем. Вот. Тоже ровно изнанку. Ну, в результате получается вот такой вот мячик. Возможно, по сервировке это красивее. Ну, если плод переспел, то так красиво вывернуть его может и не удастся. Внутри будет желейная мякоть, которая сама по себе абсолютно съедобная и вкусная. И не выкидывать же ее из-за того, что она уже дошла до кондиции подобно желе. Поэтому, самое простое, что приходит в голову, это разрядать плод вдоль или поперек и выскабливать из него ценное содержимое. Разрезали. Купы. Скаблили. Разрезали. Поскаблили. Ну, теперь самый интересный вопрос, а какой же этот плод на вкус? Пробуем. Делимся впечатлениями. Сладкий, неприторный. Внутри косточки, жесткие. Выплевываем их на ту же чайную ложку. Перед разделкой доставали их из холодильника. Мякоть охлаждена. Довольно-таки приятный вкус. Косточки жесткие, как у облепихи. Глотать их нет никакого смысла. Ну, и эту кожуру с колючками мы, конечно, поскорее выкидываем. Всем спасибо и приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ